муниципалитету муниципалитет передал отделу от народного образования это все момента бесплатно вот ну если там кто-то захочет помочь музею ради бога без того да нет ну потому что ну приходится даже подъемка на свои деньги покупаю хорошо хорошо наш кайданской сапли конечно все это очень и очень старая птички 59 61 год лосенок 65 года кабан 64 года но будете ходить так и вот эти у нас значит единственная популяция дикого фламинго на территории россии это озеро маныч гудила заповедник ростовский они прилетают оттуда саранского побережья каспийского моря большая часть популяции меньшая часть летит с побережья индийского океана вы знаете я в том году фламинго видел летал как раз здесь забивается практически не перезиму это тропическая спасибо донецкий крюш а это такие совы маленькие бывают у нас вот такие совы маленькие бывают и вот это и самый натуральный сыч сыч вот это да сыч домовой такой возле домов живет или как вот на развалинах на заброшенных на чердаках вот таком вот плане а вот филин с филиненком филин здоровый но это самая крупная сова европейской части вот самые маленькие южно-русские сокола пусть и льга обыкновенная челлаки ястребы перепелятники гербники вот это ястребы 1 перепел то маленький а перепел где тут перепела вы не увидите он будете вот там вот она летит как хетки вот как кроншнеп вот вверху только у него окраска ржаво-коричневого цвета вот что-то типа такого как у конюка обыкновенного разводы и он под деревьями он останавливается только в лесу летит из архангельской и смоленской области волонта там где леса но через нас они весной летят и осенью возвращаются летят в тюрингию летят во францию светлое каштановые леса как раз сейчас они будут лететь вот они во все идут и вот летят у них лед обычно две-три недели то сейчас самое время черта его вот они эти перепел это куропатка аккуратно куропатка раза в три меньше ну да я знаю что они еще не раза в три меньше и это самое что еще хотел сказать вот когда вы увидите вот он на землю садится у него длинный клювик и глазики как бусинки и крылышки раз растопырил и сидит и он застыл вот когда он застыл вы можете пройти мимо него и он не поднимется вот пока спаниель носом не ткнет или охотничья другая собака он будет с ним на летит вот так порхает как маятник но это спортивная охота их на них охотятся обычно на у них утренняя тяга и вечерняя тяга но это в лесу на поляне вот такую я видел на рыбалке они и будут в середине 90-х годов они да нет сбрасывали не переправлялись бородиновского леса сюда к нам приходили они очень хорошо плавали да да и как раз плыли 2 так вот это не лось а лосенок то есть лоси еще больше и вот смотрите видите какая разница вот этот рожок а вот уже у пятилетка образуется лопата так называемая а насколько он больше вот этого лосенка будет вот этот около 400 килограмм мать где-то 440-480 как хорошая корова батя потянет килограмм на 650 но это не предел самый крупный лось канадский канадский лось полярная форма канадского лося до тонны много там громадины но у них проблемы надо не по лесам бродят и там клещи очень много кровососущих я как-то смотрел на нашим джи график особенно маленькие лося то они их облепляют и высасывают полностью специальная егерская служба клещ клещи или 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 вот гнус какой-то вот нет клещ именно клещ вот как как чешуя на нем и они вот как пьяный идет шатается бедолага и вот там у них лесная охрана вот это канадская это не это дело четко высматривают даже добивают если плохой да а волки это маленькая слышал там что-то у нас убили где-то вот луганской области 120 килограмм волчака ну 100 килограмм не ну полярная форма не умного нас вот они рассказывали горный альпийский волк в луганске самый большой где-то у нас в ростовской области что там вот где-то под 100 килограмм он там теленка схватил за зары собак поперегрыз их пополам это могли откуда-то с севера волчат привозить вообще наш вот он волчица 45-46 килограмм ну волк максимум на 60 максимум обычно 50 а в луганске это такое думаю нифига себе кто-то привозил с севера да но нет у нас таких огромных волков вот в горах альпийские волки эти могут быть но они тоже редки как и снежные барсы а шакалы есть под волчинском до стрелять не стреляли но видели они пришли через краснодарский край на дону поднялись и зашли по танцу суда но если под донецком ребята видели туристы енота полоску на вообще бегу потрошить всю